По традиции особое мнение начинается в строго отведенное для него время, на часах начала второго. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин, напротив меня секретарь общественной палаты Кировской области Андрей Усенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. Безусловно, это ваше сегодня особое будет мнение, но наша основная сегодня тема это визит секретаря общественной палаты Российской Федерации Александра Владимировича Бричалова, который состоялся в прошлую пятницу, 13 января. Анонсировалось данное мероприятие, в том числе и на сайте нашей общественной палаты. И, кстати, говорилось о том, что основная задача перед секретарем УПРФ стоит в посещении Орловского специального учебного воспитательного учреждения для обучающихся с девятным поведением закрытого типа. Вот так он официально называется, да? Эта структура. Но вы, безусловно, секретаря и своего коллегу сопровождали. Да, конечно. И было потом заседание Совета общественной палаты нашего региона, и в этой встрече принимал участие временно исполняющий обязанности нашего региона Игорь Васильев. Встреча в училище. В училище непосредственно. Вот хочется узнать, что называется, из первых рук, что же происходило в прошлую пятницу. Это был однодневный визит. Да, это был однодневный визит. Секретарем УПРФ. Уже вечером они улетели в Москву, и это все-таки была не основная задача в посещении училища. А, не основная, все. Просто как-то в первую очередь преподносилось. Это была основная цель. Собственно говоря, именно для этого Александр Владимирович приезжал. Просто это была не задача, а это был его достаточно традиционный поступок, что называется. Давайте напомним, почему Орловское это учреждение и общественная палата. В этом году, когда Александр Владимирович, только-только став секретарем общественной палаты России, один из своих первых визитов совершил как раз к нам в Кировскую область, он тогда посетил город Орлов, познакомившись с училищем, не зная его до этого, и, собственно говоря, не из-за проблем, столкнувшись, а просто из-за активной позиции руководителя училища, Татьяна Вениаминовна, он посетил это учреждение, посмотрел на ребят, познакомился с ними, и с тех пор взял такое шефство над этим учебным учреждением. Ну, собственно, этот визит он сам планировал, это никакой не приглашение? Нет, это визит, который он обещал сделать ребятам достаточно давно, он обещал приехать на Старый Новый год и хотел сделать это еще в прошлом году, но не получилось силу графика, во-первых. Во-вторых, он обещал привезти ребятам одного из сопровождающих его гостей, Сангаджи Тарбаева, члена Общественной палаты России, организатора Fight Nights, таких соревнований, боевым искусством. В ОКРФ он еще возглавляет комиссию по поддержке молодежных инициатив. Да, в ОКРФ Сангаджи занимается темой молодежных инициатив. Поэтому так вот совпало, что и Старый Новый год получился в эту дату, и Сангаджи смог, и поэтому, собственно говоря, визит Александра Владимировича был таким, в первую очередь, наверное, сориентирован именно на посещение училища, общение с ребятами. Потому что, надо сказать, что его шерсть не ограничивается такими визитами. Он всячески поддерживает взаимоотношения с училищем, он несколько раз в год вывозит самих ребят в Москву на различные спортивные соревнования, они посещают матчи ЦСКА, они посещают культурные мероприятия, экскурсии по Москве для них проводят. И в училище уже появилась такая хорошая традиция, что лучше всех проявившие себя воспитанники именно получают право на участие в тех мероприятиях, которые организует Александр Владимирович Бричалов для учеников. И в этот приезд они привезли определенные подарки, скажем так, спортивные тематики, так как Сангаджи приезжал. И Сангаджи Александр Владимирович пообещал, что запущенный новый проект научит внутри училища по реализации их программ обучения, лучших учеников, опять же, поддержат и с точки зрения поездки на спортивные мероприятия, и с точки зрения на посещение культурных мероприятий. Сколько там ребят всего, напомните? Там порядка сотни численностей. Ребята со всего региона? Нет, это со всей страны. Со всей страны вообще? Да, то есть это учреждение федерального подчинения, и там собирают ребят со всей страны, ребята с очень непростыми судьбами, от 12, по-моему, до 16 лет. Это ребята, совершившие, прямо скажем, правонарушение, преступление. Они в силу возраста не отправляются в учреждение исполнения наказания, а оказываются в таких учебных учреждениях. И здесь, в Орловском училище, они, помимо общей образовательной программы, получают еще и профессиональное образование. То есть нам все это показали, они обучаются по шести профессиональным программам. Стокарь, лещик по дереву, штукатур, маляр, там еще несколько. То есть ребята на выходе из училища получают уже готовую профессию, с которой могут все-таки вернуться в нормальную жизнь, а не в ту среду, из которой они, к сожалению, в училище попали. Поэтому, вот, собственно говоря, это была не задача, а такая цель приезда к Владимировичу, но учитывая то, что его статус, его должность, мы, конечно, не могли не предложить в рамках визита провести встречу с общественной палатой, и такая встреча состоялась. Но об этом чуть позже, да, поговорим. Насколько я понимаю, Бричалов рассматривает это не просто как подшефное какое-то дело, а тут некий проект реализуется, да? Можно об этом говорить? Да, мы как раз сейчас, собственно говоря, одним из результатов его визита и результатов наших с ним разговоров перед этим на протяжении некоторого времени будет предложение, над которым мы сейчас работаем, о реализации в Кировской области такого проекта наставничества. У нас есть и собственная практика в этой сфере. Общественная палата, да, реализовала такой проект и работает над ним. У нас есть хорошие методические разработки в этой сфере. И вот проект наставничества в отношении тех ребят, которые находятся в подобных Орловском учреждениях или же просто в интернатах, то есть выходят из-под опеки государства в жизнь, что называется, не готовыми полноценно к этому. Вот мы сейчас такой проект с Общественной палаты России будем запускать. Александр Владимирович... Дальше подробнее, по моментам. Распишем, какие там цели стоят. Мы сейчас как раз, собственно говоря, будем, что это называется, оформлять этот проект, потому что в рамках визита Александра Владимировича эту идею в Рио губернатора озвучил, и Игорь Владимирович заинтересовался, поэтому у нас с Игорем Владимировичем будет послезавтра встреча Совета Палаты, и мы будем уже эту тему развивать. Но мы прекрасно понимаем, что, наработав уже определенную практику в этом смысле, мы понимаем, что здесь надо готовить и самих наставников, и это действительно серьезная подготовительная работа, потому что, ну, это такая неразовая акция, да, это там не приехать в детский дом и не привезти подарки, а сопровождать непростого сложного ребенка на протяжении не месяцев даже, а лет. А что это за формат, который вам видится? Готовить наставников? Что школа наставников? Не знаю, под чьим они крылом будут находиться, какие они будут получать знания? Что это могут быть за люди вообще? Ну, у нас есть методические, скажем так, наработки в этом смысле, на базе, ну, сейчас опорного университета, ранее гуманитарного университета, были сформулированы и определенные образовательные программы в отношении наставников и определенные критерии отбора этих наставников. Поэтому мы сейчас будем это оформлять как раз там в виде некого проекта, предлагаемого к реализации совместно Общественной Палаты России и правительства Кировской области. И будем подбирать тех людей, которые могут это сделать. Еще раз повторюсь, у нас есть опыт. Мы в свое время, по-моему, 8 таких пар наставников сформировали впоследствии, такая работа продолжалась. Поэтому у нас есть этот опыт, и мы через призму этого опыта сейчас постараемся предложить тиражирование вот этих наработок не только у нас в регионе, но и в других. И Общественная Палата России в этом смысле инициирует и поддерживает, и готова оказать, в том числе, необходимую поддержку. А свои наработки, свои идеи у ВПРФ есть уже? Конечно. Или она просто вот высказывается? Нет, конечно, есть. Веренность поддерживает. Курирует, наставляет несколько ребят из очень непростой среды, которые сейчас разные показывают результаты. Есть такая практика и среди членов Общественной Палаты России. Но Кировской области Александр Владимирович предложил использовать как регион, в котором достаточен тот опыт, который можно уже превратить в воспроизводящейся, то есть не просто в режиме ручного управления. Потому что когда мы первый раз этим занимались, я подбирал людей просто по своим знакомым, по обращению через СМИ. Мы вот в таком ручном режиме это делали. Сейчас уже есть наработки, которые, на наш взгляд, позволяют сделать этот проект таким распространяемым. Значит, сейчас небольшая пауза, очень скоро продолжим нашу беседу. Особое мнение на 101FM Особое мнение Андрея Висенко, секретаря Общественной Палаты Кировской области. Сегодня мы продолжаем нашу беседу. Мы говорим о визите в наш регион, секретаря Общественной Палаты Российской Федерации Александра Печалова. Визит состоялся в прошлую пятницу, 13-го числа. Вот этот проект наставничества Андрея Леонидовича, он каких ребят будет охватывать? Только вот это Орловское спецучилище? Нет, конечно, нет. И все такие заведения. Ну, скажем так, наверное, сложно как-то там прямо формализовать, на какие учреждения это распространится. Я думаю, что надо в первую очередь говорить о тех ребятах, которых, что называется, после выхода из-под опеки государства, то есть из тех учреждений различного рода, в которых они находятся и там, где о них заботятся, вот о тех ребятах, юношах, девушках, которые выходят уже практически во взрослую жизнь, абсолютно к ней не готовыми, либо вынуждены возвращаться в ту среду, из которых их на некоторое время изъяли в силу тех или иных обстоятельств. То есть это либо жизненное обстоятельство, когда кто-то, может быть, лишился родителей, да, и ему сейчас некому вернуться, кто-то, там, у кого-то родители лишены родительских прав, и мы знаем, какие истории, там, даже не ждут возвращения этих детей. Либо ребята, у которых, там, на примере конкретного мальчика, мы смотрели в Орловском училище, он из семьи цыган, из Курганской, по-моему, области. Ну, семью это назвать вообще сложно, потому что там сложно даже выяснить, кто отец и заботился о нем бабушкой. В общем, некое сообщество. Да, его из этого сообщества в силу, там, совершенного правонарушения изъяли, повезти ли в училище. 11 марта он должен выйти и вернуться. Все, у него срок заканчивается. Совершеннолетие, да, наступает? Нет, у него заканчивается срок содержания, в качестве, там, некой, там, процедуры исправительной. Ему, по-моему, 13 лет. И он вернется туда же. И, там, ну, я думаю, что со стопроцентной уверенностью можно сказать, что через некоторое время, достаточно короткое, он, там, вернет, что называется, опять, там, что-то совершит и опять попадет в одно из учреждений. Либо повезет и в такое подобное Орловскому, либо не повезет, и это произойдет уже там в учреждении исправления наказания. Более серьезное. Более серьезное, да. Суспособное содержание. Да, судьба его будет, в общем, предопределена. И понятно. И мы просто смотрели, что можно делать. Родители у него, родительских прав не лишены. Оснований не вернуть его им нет. А у парня есть определенные задатки, достаточно интересные, как в сфере спорта, так и в сфере просто пения. Он поет, там, ну, голос, с которым можно работать. И вот обсуждали совместно Александр Владимирович, Владимир Шабардин. Мы... Нам очень вправо на ребенка. Смотрели, что можно с ребенком сделать, потому что можно запускать, там, длительную процедуру лишения родительских прав без особых перспектив. Но у ребенка-то, вот, 11 марта, буквально, там, через два месяца, да. Либо, ну, вот, сейчас Владимир Валерьевич взял на себя, там, обязательство поговорить с курганским коллегой, что можно в этой ситуации сделать. Вот такая вот ситуация. И, конечно, вот с такими ребятами, которые, ну, что называется, наперепуть, вот с ним разговариваешь, он нормальный, совершенно, там, ребенок. Если его сейчас, там, взять в нормальную среду, то он станет нормальным, полноценным человеком-гражданином. Если его вернуть в ту среду, в которой он обитал, ну, мы получим через некоторое время, там, достаточно, там, маргинального правонарушителя. Послезавтра, да, Вы сказали, будете по этой теме встречаться среди исполнительной обязанностей? В том числе по этой теме, да, у нас встреча спланирована по, скажем так, итогам 2016 года, планам на 2017. И в том числе в качестве одного из планов мы будем обсуждать этот проект. Я думаю, о планах работы Общественной палаты нашим регионам на 2017, поговорим чуть позже, потому что это наша первая встреча, конечно, в наступившем 2017 году. Но вот к теме беседы и встречи Бричалова с Советом Общественной палаты, что далее происходило в пятницу? Там какие темы озвучивались, вопросы поднимались? Ну, после посещения училища мы вернулись в Киров, была встреча с Советом Общественной палатой, было несколько тем, которые были для нас принципиально важны. Ключевые, да? Да, одна из тем, это тема Общественных советов, потому что мы говорили об этом еще на гражданском форуме и говорили о том, что это будет темой нашей работы на 2017 год. То есть, если... Мы поднимали тему Общественных советов при федеральных структуре, то, о чем мы с вами уже разговаривали. Александр Владимирович призвал нас, скажем так, не... Как и в отношении муниципальных. В общем, он сказал, что не задача создать совет. Потому что, если мы сейчас там поставим это, создать главную задачу, то через год мы с вами соберемся и скажем, а теперь задача, как заставить их все работать. Поэтому он призвал нас посмотреть на содержательную необходимость и разве иные возможные формы взаимодействия с федеральными структурами. Потому что следующий вопрос был о создании Общественных советов при муниципальных органах власти. В первую очередь, при администрациях муниципальных образований. Это сложнее? Это сложнее. Это сложнее, потому что мы понимаем, что если в отношении федерального органа власти действует, есть понимание того, какова сфера его компетенции. То есть, если мы инициируем создание Общественного совета при Роспотребнадзоре, то мы понимаем, чем этот Общественный совет будет заниматься. Общественный совет при администрации, условно говоря, Налинского района, где все вместе в ведении администрации, то это, конечно, гораздо более сложная и тяжелая задача. Но вместе с тем мы, согласившись в чем-то в отношении федеральных структур и общественных советов, вот с муниципальными-то советами готовы с Александром Владимировичем спорить. И спорили, и будем, наверное... В чем предмет спорить? Ну, в необходимости. Он говорит о том, что, опять же, не плодите в сущности, что называется. И есть у нас представительная ветвь власти, есть районные думы, есть областное законодательное собрание, есть депутатский корпус, который, собственно говоря, этот функционал и должен выполнять. И сам глава администрации, и все сотрудники администрации должны, в первую очередь, в соответствии с законодательством, собственно говоря, реагировать на обращение граждан. Но мы-то, в общем, будучи ближе к земле, видим ситуацию, что далеко не всегда районные думы, представительные органы власти в полной мере реагируют на те или иные обращения граждан и реагируют на них, что называется, содержательно. А, содержательно реагируют. То есть мы видим те переписки, которые периодически ведутся, видим реакцию. Поэтому считаем, что есть необходимость создания общественных советов при муниципальных администрациях. В первую очередь, для того, чтобы дать возможность тем, собственно говоря, гражданам, которые, ну, что называется, там, да, избитые клише имеют активную гражданскую позицию, но при этом не попали в представительные органы власти в силу тех или иных причин. Кто-то ведь просто не, ну, что называется, не занимается политикой, но при этом занимается гражданскими активностями. А, как минимум. Да, чтобы вот эти люди имели возможность, по крайней мере, коммуникации с тем органом власти, которые за все, по сути дела, там, в районе отвечают. Поэтому у нас такая задача в качестве, там, основной себе на 2017 год поставлена. У нас есть хорошие примеры. Мы завтра вот должны будем встречаться с нашей коллегой из Кирово-Чепецка, Еленой Михайловной Савиной, которая была членом общественной палаты и сейчас возглавляет администрацию, значит, и мы с ней будем как раз говорить о создании общественного совета. Какие цели, какие задачи, какие форматы работать. Поэтому здесь вот мы с Александром Владимировичем, что называется, понимая принципиально, ну, вернее, понимая стратегически его позицию в отношении, там, депутатского корпуса, вместе с тем считаем, что, ну, жить-то надо здесь и сейчас, реагировать надо здесь и сейчас. Отвечалов, какие еще контраргументы-то приводят? Ну, против общественных советов. Александр Владимирович сказал, что в Российской Федерации, могу и пою сейчас ошибиться, 23 или 24 тысячи, собственно говоря, муниципалитетов. Он сказал, что если вы мне скажете, что в России найдется 23 или 24 тысячи активистов, готовых хотя бы просто возглавлять эти советы, значит, и полноценно у них работать, то я с вами поспорю, скажу, что нет такого количества людей. Ну, надеюсь, что мы, там, содержательные работы Александра Владимировича продемонстрируем. И мы опять же говорим в отношении, там, муниципальных советов общественных, что мы не будем создавать их насильно. Вот если мы, там, промониторив ситуацию, понимаем, что в муниципалитете есть заинтересованные в создании подобного органа люди, и у них есть такая потребность, у них нет другого способа выражения собственного мнения, там, своих позиций, мы будем им оказывать содействие в создании такого совета. Навязывать и требовать от того, чтобы все, там, главы администрации создали, там, общественные советы и набрали в них людей, не будем. Если нет в этом востребованности, если действительно, там, депутатский корпус выполняет свой функционал с точки зрения представления интересов граждан, пожалуйста, и замечательно. Тут может дойти ситуация, когда вообще никто не пожелает общественные советы создавать, раз вы не будете навязывать. Ну, мы говорим о том, что мы будем ориентироваться не на позицию органа власти, а на понимание того, в каком состоянии находится диалог между населением и органом власти. Если мы будем видеть, что этот диалог неполноценен в чем-то, тогда мы будем предлагать его сделать полноценным через общественный совет. На 17-й год вы ставите, да, эту задачу? Ну, ставим себя на 17-й, да. То есть по итогам уже можно будет какие-то выводы делать, вы надеетесь? Ну, я думаю, что мы там, ну, точно не во всех муниципалитетах, но в тех, где в этом будет необходимость и потребность, общественные советы будут созданы. Ну, сейчас уже можно сказать на вскидку, где вот точно совет должен появиться? Ну, я думаю, что по итогу, я думаю, что в Кирове Чепецке будет, потому что Елена Михайловна, как наша коллега, не говоря бывшая... Которая разделяет и понимает, да? Да, да. Работа общественной. При ней общественный совет обязательно будет. Давайте паузу небольшую сделаем, рекламу скоро продолжим. Особое мнение Андрея Усенко, напомню, это секретаря общественной палаты Кировской области. Продолжаем про встречу Совета общественной палаты нашего региона с секретарем общественной палаты Российской Федерации Александром Бичаловым. Одной из инициатив мы уже осветили, которая обсуждалась о создании общественных советов при органах муниципальной власти. Ну, далее. Ну, по темам, которые еще обсуждали сегодня. Мы говорили... Где-то столкновения какие-то произошли во мнениях. Мы говорили о практике общественного контроля, реализации, собственно говоря, той уже неоднократно в этой студии, даже обсуждавшейся теме, это общественный контроль в сфере дорожного строительства, в сфере ЖКХ, капитального ремонта. Но Бричалов не впервые узнал об этом, он давно бывает. Нет, Бричалов знает о нашей практике, он знает об этом еще бытным секретарем Дмитрия Александровича Курлювова. Ну, с момента, собственно, создания этого. Ну, да, 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 с инициирования. И мы действительно являемся одной из небольшого количества общественных палат в регионе России, которые реализовали практику, вернее, процедуру общественного контроля в полной мере в соответствии с законом. И в этом смысле, там, Александр Владимирович приводит нас в пример, как он сказал, в других регионах. То есть, если у вас там, как он сказал, я всем рекомендую обращаться к вам, если кто-то хочет добиться результата. Обращаются? Да. Коллеги присылают периодические запросы, собственно, начинается весь разговор, как правило, с закона об общественном контроле, который был у нас принят в Кировской области, и позволяет, собственно говоря, нам в том числе реализовывать эти процедуры. Ну, вот, на этом пока у коллег так происходит момент осмысления, потому что они видят там серьезность документа, видят необходимость каким-то образом его принятия. У нас есть законодательная инициатива, она есть далеко не у всех общественных палат, поэтому... Мне к тому же надо учитывать специфику общественной политической ситуации, так скажем, которая в каждом регионе... Своя. Своя, да. В каждом регионе общественных палат свои позиции, поэтому здесь сказать, что мы там передали полностью опыт пока нельзя, но о нем в общественной палате России знают. Мы поднимали тему встречи с Александром Владимировичем в том числе и, скажем так, имеющие отношение к экономическим вопросам, это тема как раз там трудоспособных, но не имеющих официального места работы граждан. То, что давно в регионе обсуждается, тема, которая там по осени была поднята в Совете Федерации как закон от униядцев, так называемый там, да. Поэтому нам было... Собственно говоря, мы видели, как в конце лета, в начале осени там эта тема активно обсуждалась, а потом, как мы... Как нам кажется, мы увидели рост нефтяных цен и вроде как... Не то, чтобы рост. Ну, рост, рост, да, там прямо, скажем, с 36 до 50, да, они выросли за оси и сейчас вроде как... Отлегло, да? Да, вроде как снова тема отступила и нам было интересно, собственно говоря, понять, какова там, в общем, государственная позиция на этом уровне. Но здесь надо отдать должное Александра Владимировича, что он сам был прошлым предпринимателем, собственно говоря, не исключает возвращения к этой деятельности, поэтому достаточно неплохо понимает, то есть, нехорошо понимает вопросы, связанные с экономикой. Поэтому сказал, конечно, надо решать вопрос о том, что, по сути дела, социальную нагрузку на неработающих, трудоспособных граждан несут работающих. То есть, напомню, там, граждане, которые не уплачивают налоги со своих доходов, но пользуются при этом медицинским обслуживанием всем, они обходятся даже там региональному бюджету, по-моему, около... Около 4 миллиардов. Около 4 миллиардов. Да, называлось это цифрой. Да, то есть, региональный бюджет платит за них взносы в фонд обязательного медицинского страхования, и, собственно говоря, там, это деньги, которые мы с вами выплачиваем в качестве налогов, которые можно было бы направить на иные цели, которых у нас очень много. И здесь он поддержал, но он сказал, что, там, одна из основных проблем – это то, что государство до сих пор, несмотря на поручения президента, несмотря на то, что все уже обсуждалось, не предложило, там, простой и понятный механизм, ну, реализации, хотя бы, самозанятости. То есть, там, покупка патента или какого-то еще механизма. То есть, там, Владимир Владимирович Путин уже, там, давал конкретное поручение, там, разработать, но до сих пор, там, этого решения нет. То есть, человек, который, не знаю, занимается, условно говоря, там, репетиторством, у него нет пока прямой возможности, просто, там, раз, ну, зайти в интернет, как это делается, Бричалов рассказал, что в Казахстане он видел, как это работает. Человек заходит в интернет, выбирает период, там, от двух месяцев, по-моему, до года, в течение которого он собирается заниматься тем или иным видом деятельности, оплачивает этот патент и, собственно говоря, там, законопослушно дальше работает. Поэтому… Вопрос еще в стоимости. Ну, и, конечно, да, и в сумме. Но, вот, пока вот этого не будет, принимать какие-либо, там, карательные меры по отношению к этим людям, то есть, пока государство не обеспечивает такую возможность, предпринимать карательные какие-то действия, он сказал, что он считает неправильным. То есть, Российская общественная палата в этом вопросе придерживается такого пока взвешенного мнения? Да, да. То есть, чтобы что-то требовать с гражданами, надо обеспечить им возможность это реализовать. Вот, здесь подход такой. И, на самом деле, ну, мы, конечно, внутри там, региональной общественной палаты придерживаемся, наверное, более таких радикальных, что называется, и жестких позиций, потому что мы понимаем, что в большинстве этого случаев речь идет не о самозанятых гражданах, а речь идет о банальных, там, серых зарплатах, неоформленных трудовых взаимоотношениях, и в целом нелегальном предпринимательстве. И именно в этой сфере возникает большее количество тех самых трудовых, там, взаимоотношений, с которых не уплачивают соответствующие налоги. И здесь надо наводить порядок. То есть, самозанятые граждане, на наш взгляд, в этом объеме составляют незначительную долю. Ну, вместе с тем, позиция вот такова, и мы сейчас, наверное, по итогам визита, Александр Владимирович, все-таки этот вопрос сформулируем в качестве некого обращения к ОПРФ, чтобы, ну, нам просто непонятно, что происходит в этой сфере. То есть, там, всплеск некой, там, информационной активности, вот, с так называемым, к так называемому закону, там, Антони Яцех был, и все вроде как-то так успокоилось и разошлось, и нам не очень понятно, что же будет дальше в этой сфере происходить. Учитывая то, что у нас есть, там, депутаты от региона, депутаты от Общественной палаты России теперь в Госдуме, ну, будем как-то через них пытаться, там, узнать, что же дальше. Ну что, поговорим о планах Общественной палат в Теревской области в оставшиеся, сколько, 7 минут у нас? Давайте. Та же ЗАК-инициатива. Возможно ли в ближайшее время? Да, мы планируем выходить с законодательной инициативой. Одна из инициатив будет, ну, так скажем, несколько техническая. Нам требуется внести поправки в закон об Общественной палате Кировской области в сфере реализации общественного контроля. У нас есть сейчас закон об общественном контроле, в соответствии с которым надо внести поправки в региональный закон. А вторая. Погравки в чем, кстати, на особой документе? Ну, технически… Я понимаю, что это внутренняя кухня, но… Да, там, ну, увязать те процедуры, которые определены в законе об Общественном контроле с законом об Общественной палате, чтобы оба закона друг другу соответствовали. Потому что закон об Общественной палате принят давно, об Общественном контроле недавно. Там надо эти инструменты упомянуть. А второй закон касается… Вторая зак инициатива касается деятельности нашей рабочей региональной группы по Общественному контролю в сфере капитального ремонта. У них сейчас вот обсуждается формулировка. Там есть законодательный пробел, касающийся домов, по моему, по году постройки, не попавших под программу капитального ремонта. Да. Но при этом нуждающихся в нем, условно говоря. И вот этот законодательный пробел сейчас мы формулируем, каким образом, по нашему мнению, его необходимо исправить. Значит, и планируем на март, наверное, ориентировочно выходить с этой законодательной инициативой. А кто конкретно в Общественном палате нашей занимается этим? Проработка вот этих законодательных инициатив? Ну, смотрите, у нас достаточно там понятная процедура. То есть у нас возникает, что называется, понимание необходимости внесения законодательной инициативы в той или иной сфере. Дальше мы ее формулируем содержательно. Ну, а дальше мы благодарны законодательному собранию, их поддержке и аппарату законодательного собрания. То есть вы сотрудничаете? Да. В правильных формулировках, плюс согласование со всеми необходимыми структурами, прокуратура и остальные. И вырабатываем, собственно говоря, тот юридический документ, который уже в ЗАГС-собрание попадает. Это серьезная и кропотливая работа, безусловно. Ну, непростая. И в этом смысле, конечно же, и аппарат Общественной палаты здесь работает, и члены палаты, являющиеся профессионалами в этой сфере подключаются. Поэтому, что называется, совместными усилиями. Это, что касается законодательных инициатив, о планах в отношении общественного контроля. Я уже в этой студии рассказывал. Это и продолжение работы по дорогам, причем не только с точки зрения ремонта, но и с точки зрения их содержания, и с точки зрения организации движения. Это продолжение работы в сфере ЖКХ и капремонта. Плюс то, о чем я говорил, это работа в сфере здравоохранения. Мы с Александром Владимировичем тоже в рамках его визита этот вопрос обсуждали. Для него было открытием, что вы еще каким-то образом медицину хотите контролировать. Он сказал, что ему неизвестно о том, чтобы кому-то это сделать, что называется, хорошо удалось, поэтому он здесь у нас опять же верит. Пессимистично, да? Ну, у него большой опыт, собственно говоря, поездок по региону. Он много что где видел. Вот он сказал, что пока ему не было известно о таких практиках. Пожелал нам, что называется, успехов и удачи. Посоветовал, порекомендовал конкретный регион изучить. Практику-то что, пытались сделать коллеги? Ну, нет, нет. Он здесь сказал, что, ну уж вам-то сам Бог велел, у вас, собственно говоря, там эту сферу курирует небезызвестный там, что называется там, человек, поэтому должно у вас тут со взаимодействием все получиться. Вот. Но, еще раз, он достаточно серьезно нам рекомендовал изучить такую практику работы ОПРФ как час с министром. То есть они в рамках общественной палаты России раз в месяц, раз в два месяца приглашают профильного министра. Перед этим в течение месяца собирают вопросы, которые к нему там с территории в том числе набираются. И потом в режиме прямого общения, в открытом онлайн режиме министр на эти вопросы отвечает, дает поручения. И они оценивают эту практику как очень положительно. У нас предварительная договоренность с правительством области о таком взаимодействии тоже есть. Есть, да? Да, мы договорились, что мы будем определять тематики пленарных заседаний и приглашать на них наших либо заместителей, либо министров по этим темам. Мы будем вести с ними там диалог. Одна из первых тем, которые мы берем, это собственно экология. Сейчас мы определяемся... В честь года экологии? Ну, не столько в честь, сколько как бы в рамках, так скажем, да, то есть, да, там, тематическая привязка. Но вот попробуем такую практику работать. Хотя, конечно, опять же, что касается моей там личной позиции, ну, я считаю, что далеко не каждый вопрос надо там вытаскивать, что называется, на уровень министра, тем более там федерального, и вот в таком ручном режиме нужно их решать. Наверное, чтобы запустить систему, это надо, но дальше-то она все равно должна работать сама. Вопросы должны решаться не на прямых линиях, там, с президентом или с профильным министром. Вопросы должны решаться в рабочем порядке, что называется. Но такую практику мы тоже в 2017 году используем. Что-то по крайней мере постараетесь запустить. Ну, я думаю, что мы будем настоятельно этого добиваться. Готовы идти на встречу? Ну, кроме того, что есть. Нет, у нас была договоренность. Нам пообещали, что содействие в этом смысле нам будет. Но, опять же, повторюсь, на встрече с Рио-губернатором послезавтра такой формат работы тоже озвучен. И постараемся заручиться поддержкой. Внутренняя работа в палате, повышение активности членов? Ну, есть у меня определенное предположение, вернее, так скажем, предразмышление, даже еще не предложение, предразмышление относительно того, что нам потребуют настройки внутри общественной палаты, потому что у нас большой пласт работы в 2017 году касается деятельности общественных советов. Я опять же рассказывал, мы теперь общественные советы при региональных органах власти должны отчитываться перед общественной палатой о своей работе, мы должны размещать всю их информацию, они должны готовить годовой доклад, мы должны согласовывать все их составы и формировать. Поэтому у нас это большой объем работы, причем такой не урывками, что называется, а монотонной, постоянной, системной. Да. И поэтому потребуется некая настройка внутри общественной палаты этой работы, для меня сейчас это основная задача. Информационное обеспечение и освещение деятельности общественной палаты в свете, опять же, вот, нового закона, который мы получили и обязательств, которые мы по нему несем, также будет нашим направлением работы. Есть идеи по сайту палаты. То есть, ну, вот, пока вот такие вещи. Плюс, ну, традиционные наши вещи, вернее, традиционные темы – это отчеты о состоянии гражданского общества и ежегодный гражданский форум. В общем, план много, удачи вам. Конечно же, не последний раз встречаемся и общаемся в нашей студии. Андрей Усенко, секретарь общественной палатки Русской области. Спасибо. Всего доброго.